Другой Ленд-Лиз, Виллис МВ как один из символов войны. Продолжая рассказ о Ленд-Лизе, сегодня мы представляем, если можно так сказать, герб западных поставок в СССР во время Великой Отечественной. Может быть кто-то с нами не согласится и скажет, что гербом или там флагом может стать самолет, аэрокобра например, или там танк, но коль речь зашла о нашем мнении, то это именно он. Виллис МВ. Понятно, что наши современные знания, с многочисленными добавками идеологии доморощенных историков из ПТУ, просто кишать неточностями и явными выдумками. А сам Ленд-Лиз превратился точно в такую же арену идеологической войны, как почти любой эпизод в начале обороны, а потом наступления Красной Армии. И за доказательствами ходить далеко не надо, достаточно перечитать комментарии к любой статье о Ленд-Лизе, хоть на нашем ресурсе, да где угодно. Результат будет один и тот же. Воевать за наших или за их них мы не намерены, да и отвечать на глупые вопросы, вроде могли ли мы победить без помощи, тоже, могли, и победили бы, только сколько еще сотен тысяч, а то и миллионов советских людей полегли бы на полях войны, убеждать кого-то в верности этой прописной истины глупо. Мы и не станем, а просто продолжим наши рассказы. Итак, символ Ленд-Лиза, автомобиль, который даже сегодня известен каждому россиянину именно как военный, советский военный тех лет. Это американский внедорожник повышенной проходимости. Тот самый, который до сих пор возил наших офицеров и генералов в отечественных фильмах. Тот самый, который во время войны таскал по переднему краю противотанковое орудие. Тот самый, который использовался советскими разведчиками для быстрого перемещения вдоль линии фронта. Именно об этом автомобиле наш рассказ сегодня. И начнем с истории создания этой легенды. Точнее легенд. Потому что данная модель армейских автомобилей сходила с конвейеров таких заводов, как Велизоверленд Мотерс. И Форд имеет другое имя. Форд ППА. О различиях этих автомобилей ниже, тем более, что благодаря Музею военной техники УГМК, что в Верхней Пышне у нас была возможность познакомиться с обеими моделями. Итак, существует живучая, но малоправдоподобная версия создания этого автомобиля. Версия сродни советской, типа партия сказала надо комсомол ответил есть. Понадобился автомобиль американские автопроизводители сделали. И появилась эта версия из-за действительно коротких сроков разработки этого джипа. Пентагон объявил о необходимости таких автомобилей для американской армии весной 1940 года. А серийный выпуск начали уже в 1941-м, на самом деле такой автомобиль был необходим именно американской армии. И даже не для участия во Второй мировой войне. Нужен был автомобиль для приграничных районов для транспортировки командного состава и разведки приграничных районов с возможностью действий на территории противника. В первоначальном техническом задании разговора о возможности транспортировки пушек и минометов не было. С технической точки зрения Пентагон выдвинул достаточно жесткие требования. Было строго заявлено, что внедорожник должен иметь максимальную скорость не менее 80 км в час, преодолеваемую глубину бродов от 29 см, привод на всех колесах, снаряженную массу не более 585 кг, дорожный просвет 16 см, а грузоподъемность не менее 270 кг. Единственный пункт, по которому заказчики шли хоть на какой-то компромисс — это масса. Она менялась несколько раз и в обе стороны. Для автобизнеса заказ был действительно лакомым куском. В разработку машины включились почти все, около ста, производители автомобилей, однако, достаточно быстро выяснилось, что жесткие условия армии требуют множества конструкторских новинок. Массовые производители от таких разработок отказались. Только три из них пошли на риск выручить свою армию. Крутыми парнями стали Первым задачу решили инженеры и конструкторы На базе собственного автомобиля Bentham 60 они создали внедорожник Пантом Баркей Bentham 60 Пантом Баркей Автомобиль почти полностью соответствовал требованиям армии, за исключением достаточно серьезного отклонения по весу. Армейские начальники решили проверить машину в деле, но в серию запускать не решились. Как бы то ни было, но компания все-таки выпустила 2605 единиц этой автомашины. Правда, на американском континенте они не использовались. А дальше начинается детектив. На испытаниях Пантом Баркей Присутствовали инженеры и конструкторы конкурентов. И Форд, и Виллис разработали собственные машины, но некоторые узлы, в частности, подвеска не... Редактор субтитров А.Семкин